Меня зовут Лидия. Я мама Сережи Коваленко. Он уже взрослый, у него аутизм, у него умственная отсталость, у него отсутствует речь. Вот есть человек такой же, как и все, со своими чувствами, со своими какими-то переживаниями, своими какими-то радостями и горестями. Ему очень тяжело бывает, если он не может этим поделиться. Обычному человеку бывает тяжело, когда он не может поделиться. А такому, когда между ним и другими людьми стоит какая-то прям очень серьезная преграда, вообще не позавидуешь такой жизни. А тут реальная возможность, АДК реальная возможность общаться, понимать, вместе взаимодействовать. И с помощью этих вот книжечек, допустим, мой ребенок, он понимает, что мир предсказуемый, что день сегодня будет вот такой-то, в нем будет вот это, вот это, вот это, а потом он вернется к себе домой. И это ему дает уверенность и спокойствие. И вот хоть мы говорим, альтернативные методы коммуникации, но они еще и очень серьезно помогают решить проблему с поведением. За счет тут как раз вот этого спокойствия и уверенности. И когда в жизни становится меньше непредсказуемости человека. Я считаю, что мне повезло и вообще это какое-то чудесное было совпадение. Мы оказались в такой ситуации, когда нас, ну, в общем, попросили из центра, в котором он занимался. Сережа был уже тогда довольно взрослый, и вот мы оказались ни с чем. И я в таком отчаянии стала смотреть, где что еще есть для взрослых уже. Это мало где такое бывает. И вижу объявление, что приглашаются ребята взрослые в группу социальной адаптации с использованием вот методом этой альтернативной коммуникации. Я вот просто кинулась туда. Я не шла целенаправленно на ДК. Получила ее таким очень ценным бонусом. Так мы попали в этот центр. И так вот уже, получается, Сережка был взрослый. Я уже сколько лет в этой теме особых людей. И я, получается, не знала о том, что есть такая очень хорошая вещь. До этого мы очень долго держались за школу. До этого очень много занимались логопедами. И я считаю, что мы потеряли очень много времени зря, потому что человеку нужно было дать возможность общаться на доступном ему уровне. Ну, я помню, то мы сначала пришли. И вообще вот интересно было, стоял вопрос, возьмет он или не возьмет вот этот способ. Потому что это же новое для него, посредством картинок общаться. Я прям волновалась. Ну, как же все ходят с книжками, все показывают, а мой Сережка в нем получится так или нет. Ну, вот получилось. Конечно, начинали сначала со значимых картинок, которые для него важны. Там это какие-то продукты, мультики, то, что реально для него значимо. И он на этом начал вникать в эту систему. Вот сейчас у него, я даже не знаю, сколько у него сейчас, я не считала их, конечно. Но я знаю, что у него там на разные темы, на режимные моменты есть, на продукты, на времяпрепровождение какое-то. То есть он пополняется, расширяется. Мы с педагогами обсуждаем, что вот еще, допустим, бриться. Вот как вот. Это же важный момент в жизни человека. Надо ему показать, что сегодня у нас вот это будет. Все, значит, добавили карточку, что там бриться. Потому что очень насущная для нас проблема была, когда ему, он себя плохо чувствует, как ему об этом сообщить. Или когда он устал, или когда хочет что-то прекратить, или когда ему больно. И вот я столкнулась с такой ситуацией, что, понимаете, это очень, эти вещи очень сложно поддаются какому-то стандартизацию, какому-то понятному подходу со всех сторон участников. То, чтобы Сережа это понимал так же и чувствовал так же, как и понимают это педагоги или взрослые. И это остается у нас еще, вот, непроработанное там. Сейчас учат его такой карточке, что достаточно, что прекращать. То есть он выходит из какой-то деятельности. Пока так. Я помню, что я почувствовала такую поддержку и помощь от этого метода. И сама решила использовать впервые, когда мне нужно было объяснить ему, что у нас будет поездка на море. И она там была такая-то на поезде, потом с ночевками. Она была сложная. Я обратилась к педагогам, говорю, помогите мне, вот, чтобы он для него это не было чем-то непредсказуемым. И чтобы он не слетел. Мы с ними построили последовательность карточек. Каждый день мы зачеркивали с ним пройденный день. И он знал, что у него, зачем будет. И это помогло, я считаю, тогда помогло нам спокойно пережить это непростое время. Время переезда, смены обстановки. Вот, и тогда я прям уцепилась за ДК и поняла, что нам надо это дома использовать. Как-то хочется прям поубедительнее-то сказать. Вот, потому что, как оно, чтобы они не учились на своих ошибках люди, а учились на чужих. Так лучше. Вот, я про свою ошибку сказала уже, что времени потеряли очень много. Пришел он сюда, ему, по-моему, 17 лет было, Сережке. А можно было это начинать на 17 лет раньше, эту всю историю. Поэтому, я считаю, повнимательнее присмотреться к своему ребенку. И честно ответить себе на такой вопрос. Что движет родителями на подобных распутьях? Желание, чтобы ребенок любыми средствами вернулся, переключился в состояние нормы? Или все-таки нужно идти от ребенка и давать ему то, что ему действительно необходимо? Я не говорю, что всем всегда подходит АДК. Но знать о том, что есть такой центр, где есть такие специалисты, и поинтересоваться, что это за метод, я думаю, нужно многим тогда, чтобы уже можно было сделать выбор в пользу ребенка. Редактор субтитров А.Семкин